Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут дарома. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут дарома. Христос воскресе из мертвых, Смерть ее смерть поправ, Исущим во гробе живу тарапа. Отец наш Небесный, мы просим во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, благослови нас на сей занятии, дар нам мудрости познать Слово Твое и быть не только слушателями Его, но и исполнителями. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения Отец и Святой Дух. Аминь. Господи, благослови. Мы проходим Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, остановились на 25 стихе. Это третий том толкования Нового Завета. И здесь нам Господь через своего апостола, ну и через святых отцов открывает тайные паки бытия, то есть то бытие, которое будет после, для тех, которые спасены. Именно так, для тех, которые спасены. То есть мы с вами читали, 21 глава, говорится о чем здесь, основное такое событие. Что здесь за явление нам предоставлено? Небесный Иерусалим, его описание, да. И описание подробное. И вот мы остановились на 25 стихе. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. Об этом пророчествовал еще Исаия. «И будут всегда отверстия врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их». Толкование святителя Иоанна Златоуст на пророка Исаию говорит, что говорится о пленении, о пленении и освобождении из плена. Вообще святитель Иоанн Златоуст на откровение никогда не ссылался. И откровение, как вы заметили, в церкви не читается. Почему не читается? Такой вопрос задавали. В чем причина здесь? Вот я посмотрел о каноничности, немножко я вставку сделаю. Каноничность, то есть откровение и вообще книг Нового Завета, но нас интересует сейчас именно эта книга. Упоминания и цитаты из книги Откровения Иоанна Богослова встречаются уже у христианских авторов во II веке. В том числе и Ринея и Тертулиана. Евсевий, излагая церковное предание по данному вопросу, относит написание апокалипсиса к последним годам. Правление Домициана. Домициан, римский император, он правил 81-96 годы. Еще фильм поставлен по откровению. Сейчас в моем мире там выставил, по-моему, Игорь Лужков этот фильм. И там как раз этот император, они императоры требовали поклонения такого, что как богам. И он стоит такой гордый. Кто не соблюдал этого, он зачастую их отправлял в ссылку или казнил. Вот что и произошло с Иоанном Богословом. На остров Патмос был сослен. Ирины Леонский около 180-го года говорит, оно было увидено недавно, а почти при жизни нашего поколения в конце правления Домициана. Это его здесь против ереси он писал, источник откуда взятый. Это свидетельство подтверждается Климентом Александрийским, который говорит о тиране, Оригеном и другими более поздними авторами. Свидетельством в пользу подобной датировки является упоминаемый в книге обстоятельства, упадок церквей, жестокие гонения. Кроме того, Иоанн сообщает, что откровение было получено им в ссылке на острове Патмос. А Домициан как раз был известен тем, что любил избавляться от неугодных ему людей именно таким способом. Вопрос о каноничности откровения долгое время оставался открытым. В IV веке некоторые авторы даже приписывали его ретику Керинфу. Среди отцов церкви, отрицавших каноничность откровения, были святой Кирилл Ирусалимский и, видимо, святой Григорий Богослов, который вовсе не упоминает его в своем послании о том, какие подобает читать книги Ветхого Нового Завета. Отсутствует апокалипсис и списки канонических книг Библии, утвержденном Ладикийским поместным собором 364 года. Но на рубеже V века возобладало мнение Афанасия Великого о каноничности апокалипсиса. Вот можете записывать. Пятый век. Мнение Афанасия Великого. Оно было подтверждено поместными соборами. Японским 383 год и Карфагенским 419, правило 33. И вот считаю так, что богослужебные тексты зачастую они первые века возникали. Ну и потом, конечно, было прибавлено. И раз она не каноничная была какое-то время, то и откровения не включали в богослужебный список. Но это не у всех. Не у всех. Вот у католиков это есть. То есть какие-то там стихи на определенных местах включены. Древнейшим из известных в настоящем времени греческих манускриптов откровений является папирус, датируемый с середины или второй половины третьего века. Изучение показало, что исходно этот папирусный кодекс состоял из 32 листов, но до наших дней сохранилось в слегка поврежденном виде лишь 10 листов из середины кодекса. Несколько ранних рукописей, в том числе Синайский кодекс, также содержит текст откровения. Но в целом следует отметить, что откровение Иоанна наименее хорошо засвидетельствовано в греческих рукописях книга Нового Завета. Она сохранилась примерно в 300 списках. Из них лишь 10 рукописей функциальные, причем не все полные для сравнения. Общее число известных на сегодняшний день манускриптов, содержащих те или иные новозаветные тексты на греческом языке, превышает 5500. То есть источников очень много. А вот и богослужебное использование. Это второе, что я хотел вставку сделать. Одной из причин скудости ранних текстов может являться тот факт, что чтение из книги Откровения никогда не входило в богослужебную практику Восточной Церкви. Возможно потому, что состав богослужения сформировался до окончательного включения книги в канон Нового Завета. И в настоящее время книга Откровения не читается во время богослужения в Православной Церкви, за единственным исключением, о котором сказано ниже. Поэтому, в частности, отрывки из Откровения отсутствуют в греческих лекционариях, то есть в литургических книгах богослужебных, содержащих отрывки из Священного Писания, читаемого во время богослужения, являющихся одним из важных рукописных источников. Вместе с тем, второй главой действующего типикона Иерусалимский Устав предписывается чтение Апокалипсиса Великим Постом на Великом Чтении в составе всеночных гений между вечерней и утренней, отсутствовавшей в Студийском, то есть там этого не было. В католической церкви в настоящее время читается на воскресных местах пасхальный период, в литургический ход год. Песни из него входят и в литургию часов. Я еще раз говорю, что святитель Адзатауст не толковал откровения, может быть как раз по этой причине, что некоторые святые отцы не признавали каноничность, а другие признавали. То есть такой вот некий, ну можно сказать, спор или раздвоение. Но в дальнейшем собор Карфагенский принимает каноничность и у нас никаких сомнений не должно быть. И вот Исайя 60.11 мы прочитали, толкование читали. Ночи там не будет, так как она останется во тьме кромешной, в гиене, вне царства Баки Бытия. Там будет всегда день, освящаемый Божественным Светильником Христом. Там будет немеркнущий тресолнечный свет Троицы, охватывающий и просвещающий все и всегда. И как днем нет нужды закрывать ворота, то и ворота небесного города не будут запираться. Этим означена, во-первых, безопасность жителей города. Ибо ниоткуда, неоткуда ожидать нападения. Враг окончательно и навсегда уничтожен. Ну, у нас потеряевки зачастую и так. А что нам закрывать, да? Даже палочку иногда не ставим. Ну, потому что что, воровства нет, ну, среди наших имеется в виду. А то и были случаи, что кто-то там что-то приезжал, да? Во-вторых, враг окончательно и навсегда уничтожен. Ничто не омрачит и не потревожит радостную и блаженную жизнь спасенных. Во-вторых, этим означена связь города со всем внешним миром. Через открытые ворота в город принесут славу и честь народов новой земли. Новый Иерусалим будет средоточием всей вселенной жизни паки бытия. Вся обновленная вселенная будет стекаться туда, к престолу Бога и Ангца, к вечному городу царя неба и земли. Там небо соприкасается с землей и вечно оживотворяет все. В-третьих, этим означено, что и в своем земном странствовании церковь с открытыми вратами встречает всех приходящих к ней. Нет уже ни Елена, ни Варвара, ни Иудея, ни Скифа и так далее. Во Христе новое творение, новая тварь, говорит апостол Павел. И все пожелающие пить этот источник живой воды Духа Святого, могут прийти в церковь. Для всех ворота открыты. В любое время, всегда, из всякого народа, человек может прийти сюда, сложить свою земную честь и славу, смириться и нищим духом войти в спасительный город церкви. Очень важный момент, то есть, начало всего, фундамент, нищета духовная или, что это означает, нищим духом, смирение, смиренно-мудрее. Здесь душа всегда ждет тебя, Христос, здесь ты можешь обитать с Богом. Войди и отвратившись земной славой и чести, сложив их еще у порога, облекись здесь славой и честью добрых деяний и духовности, чтобы принести их потом к ногам твоего небесного царя в его небесном городе. Вот 25-26 стихи, толкование на это место. Ну и вот, я уже как-то говорил на занятиях, что об отце Данииле, священно-мученике, когда он погиб, напомню, в 2009 году, убил его там, как считает, или мусульманин, или кто-то из кавказской национальности. Ну, по акценту так думали, так и не нашли кто. Это в Москве, я напомню, был убит в своем храме. Он проповедовал среди мусульман, читал лекции и говорил, называл так сказать, коротко, вещи своими именами. Кто такой Магомед, что это лжепророк, ссылался на святых отцов, в Писании, на Писании, конечно, прежде всего. И знал их учения, не просто, что он так, он Коран читал, то есть, необходимо, он так, у него система была, целая система, можно сказать, именно, благовестия и проповеди мусульманам. Я вот несколько лекций его слушал. Нужно знать их учения, да, Коран, и опираясь на какие-то места, а у них там в Коране говорится и о Христе, и о других лицах, которые есть на страницах Священного Писания. И одна из версий, что, конечно, за это он и был расстрелян, то есть, у него выстрелили, в горло попали, и он кровью истек, уже когда я скоро там приехал, он сколько-то пожил, и все. И вот говорят о нем, там, отец выступал, фильм документальный, жена много говорила, там, свидетельствовала, другие, друзья, кто с ним не виделся, кто-то переписывался, что он любил размышлять, рассуждать, благовествовать о Царстве Божьем. Вот, ну вот, давайте мы сейчас подражание священномущику Даниилу порассуждаем о Царстве Божьем. Тем более у нас такую тему мы проходим, опаки бытии. Что можно сказать о Царстве Божьем? Что нам Господь открывает через Святое Евангелие, через Святую Библию, через Святых Отцов Церкви? Вот, кто-то читал, кто-то что-то помнит. Ну-ка, давайте сейчас поактивнее, порассуждаем. У апостола Павла сказано, да? Переходило на то, что сердце человеку. Да, то есть, ну, мы неоднократно говорили, даже если повторимся, это не будет, так сказать, уже приевшимся, потому что Слово Божие живо и действенно, да? Что именно как человек воспринимает сейчас с пяти органов чувств, там будет что-то иное, да? Еще что-то, можете сказать? Ну, переходим. Ну, а вот, на мой взгляд, можно начать с этого, от Луки 17, 21. Царствие Божье внутрь вас есть. Согласны? Да. То есть, на земле это уже. Вот отсюда нужно опираться. А что внутрь нас есть? Внутрь нас. Ну, вот медик расскажет, что там есть внутрь нас. Особенно у падшего человека. Да, не об этом речь, да? А именно, что в душе у человека, который желает спасения, который желает, чтобы Дух Божий, Троица единосущно, нераздельно обитала в нем. И когда она обитает, что у нас возникает? Что воцаряется? Мир и праведность, да? Что говорит апостол Павел? Это послание к римлянам, 14.17. Ибо Царствие Божье не пища, а питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Ну, взять опять же тех же мусульман, о чем отец Данил говорил. Посмотрите, какое у них представление о потусторонней той жизни. Спасенный будешь? Ну, там какой-то смертник, ваххабит себя взрывает, по его вере он спасенный будет. Ну, какое представление о Царстве Божьем? Плотское. Тебя будут там какие-то девушки гури окружать, там много пищи будет. Ну, что плоти приятно? И какой плоти-то? Что покой, удовольствие именно плотское, да? Вот апостол Павел говорит, и как сестра сказала тоже, что глаз не видел, ухо не слышал. Что приготовил? На сердце не было, что приготовил Бог любящим его? И вот это Царствие Божье внутрь вас есть. Ну, пасхальная радость-то вот только недавно была. Дай Бог, чтобы она не прошла у нас. Как Серафим Саровский говорил, радость моя, Христос воскресе. А я как-то зашел после пасхальной недели в школу, и Христос воскресе. Один ученик говорит, так уже пасхальная неделя прошла. Ну, а что, радость разве мог пройти? Серафим Саровский, ну и побеседовал с ним. Всю жизнь была. То есть, на какой высоте он был, этот Серафим Саровский? То есть, ваше боголюбие обращался, он такого состояния достиг, что лицо сияло. И считается, что два человека только это пережило. Моисей, о чем мы читаем на страницах Библии, и Серафим Саровский. Но если мы это переживаем, то мы имеем это состояние. Царствие Божие внутри вас есть. Мир, правильность во Святом Духе. Ну, еще что можете добавить? Я, конечно, коротко взял. Если полностью по Библии здесь у нас целое занятие будет о Царстве Божием. Все желают этого. Даже вот на Благовестии были у нас. Надежда Васильевна ходила в школах. Игорь Дыбунов с ней брат ходил одно время. Ну, когда она молодая еще, так скажем, была. Когда я еще ходил. Сейчас-то уже молодежь должна идти. Уже на отдых, как бы сказать. Да и то сестры наши пожилые выходят. Вот Евангелие раздают. Брат приехал. Участник Благовестия тоже. Новые Заветы с крупным шрифтом. И вот она вопрос... Ну, она беседовала с... Там категория разная была детей. Старшеклассников ей давали. Младший, средний класс. И она задает вопрос. Ну, Царствие Божие-то все хотите достичь? Ну, лес рук, как правило, все. Ну, когда только коснешься, а что надо для этого? То уже тут все с пробуксовкой. Так, это мягко говоря. Желание уже пропадает. А так, Царствие Божие, ой, как хорошо. А там же покой, мир, праведность. А как вот у нас зачастую покоя нет в душе у людях? Это можно видеть по сообщениям даже из соседних сел. Какое-то самоубийство, школьница. Что это, Царствие Божие внутрь есть? Да нет, конечно. Там уже не Царствие Божие, а наоборот ад. Вот. Ну, и множество других примеров. Ну, пожалуйста, дополни. Я могу дополнить. Мы как-то ходили с Благовестем по деревням. Это уже несколько лет назад было. И приглашали людей на беседу. Как обычно, ходим в все дома и приглашаем на беседу. Там с Игнатьевым, чем ездили, Латкиным. И к одним подходим, три бабушки сидят там. Я не помню, с кем у меня в паре я был. Я говорю... С вами, да? Вот. И тоже подходим, говорю, вас это приглашаем на беседу о Боге, о Спасении Души. А бабушка, да, сыночек, здоровья тебе, да? Там я уж не помню, какие слова, но что-то о земном говорила мне, желала. Я говорю, а вам, говорю, Царствие Небесное. Она как переменилась в лице. Сразу давай меня крестить, вот так вот. Ты тебе о чем говоришь? Ижиди, да? И отвернулся, больше не выслушал меня все. Я сразу все желание мне отбил. То есть, по их понятию, по-человеческому, я пожаловал и смерти. Хотя для Христины это благо. Встреча со Христом. Ну да, потому что тебя не понимали, но вообще. Почему престить? Это от нейтрального значения. Так, ну еще, что кто вспомнит? Брат, по-буду ты, говоришь, желанием сказать, большим. Тут, конечно, в Писании, если посмотреть внимательно, то... Первый, кто проповедник, вышел рассказывать, благовестовать людям о Царстве Духа, Божьем, о пришедшем Мессии, это был Иоанн Креститель. Когда он вышел на проповедь и возвещал людям. И первое, что он сказал, это покайтесь. Это первая ступенька для поднятия, принятия Царствия Божия внутрь. И дальше он как перечислял. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Не просто покайтесь, а веруйте, это все в совокупности нужно быть. И вот последующие шаги, как я вам перечислял, после покаяния. Это всякие долы это наполнится, всякие холмы, горы это понизятся, кривизны выпрямятся и неровности сделаются гладкими. Это чтобы Царствие Божие вошло внутрь нас, чтобы Господь приблизился к нам. Надо жизнь свою исправить, подготовить себя к этому. И дальше написано, как в Иоанн Белетлуке, 3 глава, с 4 по 7 стих, что и узрит всякая плоть спасения Божия. То есть, каждая душа найдет Христа, когда она подготовит свое сердце. Кто желает, конечно, найти, кто ищет, то всегда найдет. Ну вот, Иоанн Претеча говорил, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. То есть, в данном случае надо понимать, когда он говорил, кому, с какой целью, приблизилось пришествие Мессии. И это названо Царство Небесное. То есть, мы должны здесь вот это такое деление. А здесь уже в Откровении мы говорим о том совершенном состоянии соединения полностью Божества с человечеством спасенным. Не совсем человечеством спасенным. То есть, то уже будет паке бытия. Тут должно быть такое у нас понимание. Что Иоанн Претеча не оговорил о каком-то там паке бытия, а именно, что Мессия пришел. Ну и брат правильно допомнил, что именно нужно покаяться и веровать в Евангелие, Святое Евангелие. Так, ну если нет ничего, продолжим дальше. Последний стих этой главы, 27-й. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданным мерзости и лжи, а только те, которые написаны у ангца в книге жизни. Толкование. Небесный город свят, чист, прекрасен, и в нем светит солнце правды, а потому и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданным мерзости и лжи. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? 2 Коринфянам 6,14. И вот Господь говорит, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Мерзость. И тут говорится, что преданной мерзости и лжи не войдет. А во второзаконии, ну а просто параллельные места, говорю где-то слово в Библии, есть в Святой Библии. И говорится, что женщина, которая носит мужскую одежду, мерзость пред Богом. Тоже мерзость пред Богом. Зачастую говорят, ну одежда, не важно, главное сердце, как интересно. Сердце, прям мы открыли сердце, посмотрели, оно у тебя сверхчистое сердце. Все в совокупности важно. В жизни Христины все важно. И походка, и как мы смотрим. Глаза твои да смотрят, прямо говорит, премудрый Салам. Зачем бы он на это внимание обращал? Не так, как вот заключенные не смотрят. Ну Игнать Тихович рассказывал, у него опыт большой. Что он, ну вор уже какая-то у него ходка. И он туда по сторонам, как бы что-то стащить. Ну лукавый как смотрит. Ну а ребенок, когда что-то там такое совершил, да, потупит глаза. Ну иной даже не моргнет, соврет. Вот, поэтому все важно. И походка, и речь, и как досуг мы проводим. Потому что у нас уже сейчас начинается инобытие с крещениями. Ну вот мы дальше будем читать главу, там говорится о чистых водах, кристальных чистых. Одно из толкований, что это вода крещения. Даст Бог, в этом году у нас с дальних краев будет, если Господь позволит, немало готовящихся к окрещению. Вот, это и дальняя сторона Франции, это и Латвии, или Литва, или я вот могу ошибиться. Потом с России. Ну поручитель, видимо, у них будет, у многих один, Игнать Тихонич, потому что он с ним по скайпу беседует. И их знает. Вот, а так больше поручитель не будет. То есть позволяет современной технологии людей уловлять евангельские сети вот таким способом. Но люди, конечно, прежде всего, когда узнают, что они не крещеные, они начинают там искать по местам. Просто я небольшой экскурс делаю, да, вот эти беседы. И основная тема, конечно, где креститься правильно. Вот есть такой Александр, ну, тут Тань никакой нет, он в интернете, выходил на Игнать Тихонович, Андрусенко фамилия. И он с батюшкой там местным, где он живет, я не знаю, ты не знаешь, где он живет? Не помню сейчас. Ну, загорелся крещением, ну, он готовый. Борода, он не портит края бороды. Ну, главное-то, конечно, не борода, хотя тоже важно. Но именно, как он? Он уверовал, все, принял Христа. И крещение принять с батюшкой стал говорить с местным. Да, пожалуйста, погружение, но цена такая-то. А он пишет Игнать Тихоновичу, то-то, то-то. Я хотел, говорит, и сам, и жена, и теща, согласны. Вот, когда уже такое состояние, что царствие Божие внутрь тебя и в мире, семья в мире, то есть, теща мир. Все, и теща хотела быть, но только за деньги. Игнать Тихонович пишет, ни в коем случае, это симония, это грех симонии. Ну, он стал с ним беседовать, Александр, с таким священником, а тот, ну, у нас же, вы знаете, вот это построено, это вот надо же нам, это же восполнять, и все. Вот так вот, и не получилось. Вот может тоже приехать сюда. Он очень большой наш благодетель, когда мы были в поездках вот этих дальних, вот, даже был готов купить машину нам, когда мы сломались. Ну, то есть, чем он занимается, я не знаю, какое-то у него дело такое серьезное. Ну, вот, и говорю, давайте эту продадим, купим, и все, вам купим иномарку, не будете мучиться. Игнать Тихонович, нет, на этой, говорит, надо, ну, бросить ее не можем там, надо довезти до ума и доехать до конца. Вот. Что, дополнить хотел? Ну, я просто хотел дополнить, что тот священник, когда он, Александр Друсенко, говорит, так давайте, я вам пожертвую денег, сколько надо там вам на строительство. Он говорит, нет, за плату именно только, за крещение надо плату именно внести. То есть, он здесь не пошел. Симония, Симон, Волх. Помните, деяние святых апостолов, да, оттуда. Смотрят они, чудеса творят, и денежки апостолов. Вот, что это вы там, давайте я так. Да, серебро твой добудет тебя в погибель. Но дальше там не говорится. Сказал он, что, ну, помолитесь за меня, Симон-то, да. А в житиях-то он, грубо говоря, давал им жару. А есть еще толкование, вот недавно читал, они, апостол Иоанн и Петр, они же там были, в этой местности, в Самарии. Они оттуда удалились, и по одному объяснению, что поскорее от этого. Понимаете, какая штука. Он и сказал, ну, помолитесь за меня, но это было только слова. Вот бывает человек, прости меня ради Христа, а сам, ну, что, он не изменился, ничего. Прости меня, вот так вот. Так и тут тоже, помолитесь за меня. А что помолитесь? Он и остался при своем мнении, и там в житиях-то описано, что он там творил. Поэтому они удалились поскорее, чтобы даже, как бы сказать, не заразиться этим учением, и этими, может, даже демоническими силами не увлеченными быть, непобежденными. Ну, то, что здесь такое, что апостолы себя обезопасили, это для нас не должно быть странно. Апостол Павел говорил, что иеродика после первого-второго вразумления отвращайся. Иногда такое желание, вот сейчас все вроде по полочкам разложить, пойти, а одному не ходить. Даже это близкий твой человек, очень близкий, потому что там легион целый. И в секторе есть, Лазар Кунцевич говорил, нечто зловещее и неуловимое, зловещее, само слово себя говорит, что такое. То есть, одно ему можешь доказать, а он раз, высказнет, а тут не так. Ну, вот, богатый опыт беседы Игната Тихонича, и он всегда старался, вот поставил, в чем-то беседует, и никуда что-то. Давайте, говорит, записи делайте с баптистами, когда-то еще давно он беседовал. Записали, в тетрадку, все. В следующий раз приходят, начали беседовать, ну, а где ваши записи? Исчезли. Они искали, все пережили, исчезли. Нету. Что это? Какая-то сила, ишь, явно заграждает людям познать истину. Блокирует их ум. Как 2 Коринфянам 4 глава апостола Павел говорит, что Сатана, князь мира сего, ум помрачает. Если и закрыто благоествование наше, то закрыто для неверующих, для погибающих, которых Бог века сего ослепил умы. Вот это ослепление умов и сектантов тоже. Хотя они на первой стадии веруют во Христа. Многие понимают правильно, как верить. И в Троицу. Троицу признают. Но дальше этого нет. Так. Где мы остановились? 2 Коринфянам 6.14. То значит и нет малых простительных грехов. А есть просто грех, независимо от того, велик он или мал. Не чистота, мерзость и ложь уже коснулись и испачкали человека. Иногда так случайно послушаешь, о чем дети говорят, подростки, школьники. Но чем их сердце наполнено? Ну конечно, сожаление бывает большое, что о каком-то фильме говорят. Вот там пираты Карибского моря. А ты видел такую-то серию, такую-то думаешь. Там-то что пока, там бесовщина. Сейчас же видите, как фильмы так, чтобы зрелище связано с потусторонней силой, несомненно. Потому что это человека привлекает, а тем более не утвержденные души. Вот это название такое фэнтези. А есть еще научное, так называемое. Там, ну просто бесовщина самая настоящая. Не фэнтези надо тире бесовщину просто подписать. Какие там персонажи и прочее. Ужас. Ну и там, а другой говорит, а ты Гарри Поттер видел? И там такую-то серию Гарри Поттер. Он тебя в гарь-то в это ввел. Ну так представить, чтобы они о Царстве Божьем размышляли. Ну я вот так вот вообразил. Мы сами часто рассуждаем. Чего, сестра? Мы сами-то часто рассуждаем. Вот. Вот в том-то и дело. Как и один сказал. Вопрос говорит, что делать-то с детьми? Так не так вопрос-то настать. Что с нами-то со взрослыми делаем? Вот как надо ставить вопрос. Так что через всегда открытые врата мне все может пройти. Стремись же и ты, душа, чтобы не было имя твое сглажено из книги жизни у Ангца. Об этой книге толкование стихи 3-5. Ну это же главы имеется в виду, 21-й. Ибо только те войдут в город желаний, чьи имена будут найдены в этой книге. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят. Луки 16-26. Что только не придумывают. И Богородица освобождает из ада. И Архангел там крылом где-то. Что там Владыка не видит Господь. А там Тихомолка по чьим-то молитвам, тайным каналам. Какой бред. Потому что вымыслы человеческие поставили на первое место. А не Слово Божие. По причине этой великой пропасти и через всегда открытые врата не войдет никто, не омывший себя очистительной кровью Агца. Глава 21-я закончилась. И параллельное место. Посмотрю это ветхозаветие. Так, минуточку. У меня столько закладок. Языки Иля. 44-9. 44-9. Так говорит Господь Бог. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен ходить в Освятилище Мое. Даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. То есть на служение в Освятилище, вообще на это служение кто-то там скиню переносил, кто-то готовил там дрова и так далее. Были специальные люди поставлены. Даже помните, огонь чуждый внесли и погибли. Это сыновья чьи, сейчас сразу не помню это, да? Чуждый огонь. Почему? Потому что специально на эти люди поставлены. Также вот сектанты, допустим, они пастор там, и даже среди них название епископ, ну так называемый. А вы же чуждые люди-то. Никто не должен. Это еще в Ветхом Завете было сказано об этом. Чуждый, посторонний. Так это и параллельное место указывает на что. Именно город чужой, сюда никто не войдет. Не тот, который преданный мерзости и лжи, не войдет сюда. Откровение 22 глава. Ну по этой главе есть дополнение, примечания, комментарии. Первый, второй стихи. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Анца. Среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Толкование. Это видение реки воды жизни, схожей с древними пророчествами святых пророков Иоиля, Изекииля, Изахарии. И будет тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. А из дома Господня выйдет источник и будет напаять долину сетим, пишет пророк Иоиль. Некогда, когда Бог сотворил человека, из Едема выходила река для орошения рая, Бутея 2.10. Едем – место особого пребывания Бога с людьми. Изданный из рая падший человек лишился и вот той реки. Ему стали доступны только четыре потока, происшедшие из той реки. Но вот крест Христов соединяет четыре конца вселенной. И от него, как некогда древо жизни посреди рая, истекает новая река воды живой. Нынешняя церковь – это и есть новый Адем. То были образы для нас. Да, все ветхозаветие. Чистая река воды жизни, светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога Иоаннца, есть Дух Святой. Третья ипостась Пресвятой Троицы. Рекой воды жизни Дух Святой именуется самим Спасителем. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, «Шрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, который имели принять верующие в него. Иоанна 7 глава. 37-39 стихи. С водой жизни сравнивается Дух Святой, когда говорится о его излиянии, ибо изливать можно воду и вообще жидкость. Вот. Вода действительно, минерал настолько распространенный и ценный на Земле. И до сих пор изучается его свойства. В специальной лаборатории вот этому посвящены целые статьи, исследования, один журнал, Гео называется. Гео. И там фотографии. Лаборатория, ну, супер современная в Германии, на изучение воды. И из нее там лед делают, под большим давлением. Структура меняется. Там изучается, как молекула располагается, что она сейчас, более того, что она имеет и память какую-то. Но это только, мы вникаем, изучаем только часть какую-то, открываем, что нам здесь Господь позволит. И именно сравнивается это с водой. Как она омывает, почему это происходит. Вот, по-моему, брат-то недавно на эту тему с тобой говорил. Игнат Тихач говорит, да, как она моешь, и все это омывает она, растворяются вещества. Что там происходит? Ну, химики, физики стараются объяснить, что H2O это диполь, D это означает два поля, там плюс-минус, полярность образуется, они молекулы вокруг, называют химики шубкой в кавычках, вокруг этой частички вещества становятся, отрывает ее, и все. Все равно столько тайн, непонятностей, диполи. И мы-то на две трети из этих диполи состоим, воды. То есть тоже какой-то у нас там заряды, мили, микрозаряды. «Излию от Духа моего на всякую плоть» Иоиля 2 глава. «Дар святаго Духа излился и на язычников» Иоанне 10 глава. Сравния Духа Святого с водой жизни, святой апостол Павел пишет, что «все напоены одним Духом». Об одних водах Духа Святого пел еще в древности святой Давид. «Господь водит меня к водам тихим» Псалом 22-й. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на водах, на злачных пажетях, и водит меня к водам тихим» Второй стих. Перед тем, как операцию мне делали, это в 2002 году, я этот Псалом на память прочитал про себя, помолился так. А когда наркоз-то вкололи, и все, уже ничего не помню. С 22-м Псалом я уснул, так скажем. И Иоанн в апокалипсисе видел, что Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И вообще существует таинственная антологическая связь Духа Святого и видимость их и вод. Только в воде рождается всякая земная жизнь, так и в животворящем духе рождается жизнь вечная. Существует таблица такая. Человек, ну из 2-3 состоит из воды, но не все ткани наполнены водой равномерно. В костях там 14%, я так примерно сейчас точно не помню. В мозгу, что-то до 80% там. Вот, то есть большой процент воды. Там в печени еще где-то тоже. То есть везде больше половины, ну кроме костей, пожалуй, что в тканях, и везде вот эта вода целительная. Ну клетку, если рассматривать, там цитоплазма, ядро, оболочка, это основные части. И в этой цитоплазме, там же вода, оно такое полужидкое все. Это целая лаборатория. Начинает она делиться, кто эту команду дает. И причем делятся они, ну даже взять вот простейшие. Простейшие уж такое название, условное. Потому что на самом деле не такие они простые. Амеба, там инфузория, туфелька. Начинают делиться. Одни полчаса, другие несколько часов затягивают. Из ядра информации, чтобы и та такая же была, и это две дочерние клетки. Как это все происходит? Это же удивительно. Только один организм, одна клеточка. А мы стоим, сколько у нас клеток. И все в совокупности работает. Какие-то нейроны там работают. Электрические импульсы посылают. У нас мозг работает. С душой как-то это все связано. Как это удивительно интересно. Как ты, Господи, велик. Только коснись то, что вот здесь, на земле. Еще при сотворении мира, Дух Божий носился над водою. Водой все очищается, омывается, животворится. Так как в христианской церкви освящается вода для освящения всего и духовного, и телесного, благодатью Духа Святого. Вот попрошу вас здесь на этот первый и второй стих. У меня там закладки вставлены. Просто посмотрите, чтобы я потом время не терял. Параллельно здесь сказал. И само возрождение для вечной жизни совершается в водном крещении, в рождении от воды и Духа. И вот смотрите, это настолько важное таинство, и настолько можно его исказить. И вот буквально боем везде люди стараются к батюшкам идти. Батюшка, ну, не крещеный, моченый. Нет, все нормально. А то и говорят, езжай на Иордан, там погрузись. А на крещение душа просит, к истинному крещению. Езжай на Иордан, погрузись. Какая тут связь? То есть, столько денег затрать, полети. А там же туристов полно. Вот зайди, окунись, и все. И с чего из этого? Как в крещенском проруби искупайся, и все. И успокоился, что ли? Ну, это же обман. И где вот бы ни было, как будто они все договорились, батюшка, ты как думаешь, что я вот так, а я тоже так. Есть на ютубе выставлена полемика, ну, там Сергей Козлов, известный вам брат наш, страдающий, болящий. Он в качестве ведущего, можно сказать, или арбитра. С одной стороны, пять минут. Игнать Тихонович его видел, да? А с другой, пять минут, отец Петр Михалев, я не знаю, из Москвы, по-моему. Но сам он говорит, я крещу погружением. А признает это, ну, как он, точнее, не признает он за крещение, как-то он там все на соборе. Они сказали, что это их не грех, они отвечают. Да, что их не грех, и все отвечают. И на такие соборы поздние ссылаются, там, 14 века, 15 века. А что отцы-то ранних веков говорили, это что? Так что интересно, сектанты все погружением-то, все, старообрядцы все, и причем в годы гонений, когда КГБ там, да, вот, пожалуйста, для вьетнамских верующих крещение это символ отказа от своей традиционной религии, решение следовать за Христом. Но обращенные верующие подвергаются наиболее интенсивным преследованиям со стороны общин своих деревень. Ну, это сектанты, и то, пожалуйста, нашли. Емкость, все, полностью мокрое. А тут Завьялово, ну, еще давненько говорил отец Александр, он приезжал сюда, батюшка, ну, вот же есть канон и правила, крестить полным погружением надо. Ну, нет у нас купели. Я говорю, так у вас через дорогу озеро, а там озеро прямо посреди Завьялова, там рыбы полно водится. Там глубокое озеро, глубже, чем наш пруд. Что, там нельзя, что ли? Ну, как епископ скажет, опять беда, как епископ. Лукавство. И вот это самое главное, вход в церковь, видите, как, ну, кто так исказил? Ясно, что это Лукавый потрудился, именно через пастырь. И мало, сейчас по пальцам можно перечить, кто крестит погружение. Но отец Кирилл Сахаров погружение, ну, я имею в виду Московский Патриархий, я же старобрядцев-то не говорю, не помню. Вот, отец Наум в Грузии, никого еще можно назвать. Ну, в Барнауле там кто-то есть, просто я лично не знаком. То есть, вообще, мало. Когда разрушены основания, что сделать правильнее, говорит псалмопейец Давид? Основание, вход в церковь, именно, правильный вход, рождение свыше, это перерождение души, и так вот это, такое небрежение. Сергей там несколько, конечно, сдерживал порыв, ревность Игната Тихонича. И он сам ролик составил и вырезал некоторые места. Ну, он здесь сам режиссер был. А еще вот, о Сергее сейчас снимается документальный фильм, но он необычный документальный. Там бывает, знаете, прибавлена игра актеров, такое делает иногда, документально-художественное. То есть, на дом к нему, в Воронеже, где вот Виктор Андреевич был же недавно, и батюшка наш там заезжал, с отцом Иоанном, стулы, и мы там были у него. Корреспонденты приехали, я не знаю, из какой студии. И вот Сергей-то попросил Игната Тихонича подготовиться, чтобы он слово сказал. И все это тоже снято. Но войдет ли это в фильм, и сколько войдет? Потому что они из себя, режиссер, корреспондент, считают верующими, ну, как все. А когда Сергей с ними заговорил, и о смерти, они говорят, ой, да вы что? Да может, вы еще будете жить? Вы что говорите о смерти? Да нельзя никак. Ну, такие верующие, как и все. Царствие небесное, это все уже, такие глаза, ты мне смерти желаешь. Ну, и Сергей-то он тоже желает погрузиться, но ему как это сделать? А когда там наши батюшки, я говорю, наши, ну, отец Иоанн, как-нибудь наш, да, говорю, были, Игнать Тихонича, ну, что же вы там, можно было же его погрузить-то. Ну, я не знаю, что-то быстро, наверное, было бы уехать, или что? Это чистая вода, животворящая и светлая, как кристалл, струится в Новом Иерусалиме, исходящая от престола Бога Иоаннца. Об этом так пишет Андрей Кесарийский. Цитата. Чистая река, воды, жизни, сейчас в церкви есть крещение, возрождение, омываемое в нем Духом Святым соделывается чище снега и кристалла. В Вышнем Иерусалиме эта река есть исходящий от Бога Отца животворящий Дух, который через Ангела и через высочайшие именуемые престолами Божества силы напояет Святой Город. Цитата закончилась. Чистота, жизнь и светлость характеризуют реку жизни Духа Святого. В благодатных струях Духа всякая душа очищается, животворяется и просветляется светом неба. Приди, жаждущий, и пей воду жизни. Там нашли первому стиху параллельно? Пожалуйста. То есть Господь приди призыв сколько раз говорит в Библии придите поклонимся самоперсон это говорится придите пейте берите воду жизни даром. Это благовестие на всю землю идет идет и люди лишь единицы отвлекаются. Чем только они занимаются братья ходили на благовестие там брат Сергей по-моему встретил пожилая женщина он ей о Христе говорит правильно все без каких-то там ошибок Библию Святую Библию свидетельствует она какой-то там вспоминает гуру ну гуру учитель Захар Дада или кто там она так интересная она маленькая ну как-то она говорит еще не с акцентом а как-то необычно а вот Захар да Захар Дада сказал тот а вот он написал Сергей говорит о Христе вот такими гуру многие увлекаются это миллионы людей вот это вот на востоке тоже очень сильно развито там эти махатмы названия и прочее Виктор Андреевич когда был ну не все смотрят канал ютуб поэтому я немножко вам расскажу и он и он там встретился со своими бывшими приятелями там в Москве или где они встретились а они то не православные и увлеченные всякими вот этими восточными учениями мне говорят до того тяжело там было ну нечто подобное приходилось не испытывать может и вам когда беседуете свои приятели старые ну хочешь с ними поговорить свидетельствующим а они что-то нахватались такое демонического буквально и вот в этом плане ну он говорит ваши молитвы помогали мне конечно свидетельства были сильные и он встретился с теми кто общается по скайпу в Москве живут они цигнать Тихонович Вячеслав и Юлия да Вячеслав он новообращенный так сказать ну ревностный такой насчет крещения не знаю как у них решен вопрос или нет вот поэтому молитесь чтобы Господь сюда направил больше людей именно сейчас еще есть возможность кто-то недоволен этими властями она уже не запрещает проповедовать о Царстве Божьем вот скайпы пожалуйста и человек рядом с тобой книги сколько уже Игнать Тихонович отсылал брат уносит много ты уже отослал книг да за эту зиму всю зиму люди жаждут услышать это и многих привлекает именно да что там ну что-то резкость ну именно открытость и правдивость именно выгнать Тихонович потому что вот это вот черное от белого такого нету дележа ну как-то затушевать почему почему так резко многие говорят где правдивость там скрывается вся вот эта ложь все это обнажается а иначе как в деле спасения ну и будешь ты с этой ложью жить я крещеный крещеный какой крещеный моченый вот замочили тебя и все и то есть человек отравленный так параллельное место из Акииля 47 глава 1 стих потом привел он меня обратно к дверям храма и вот из-под порога храма течет вода на восток ибо храм стоял лицом на восток и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника и на этот же стих еще Захария 14 8 и будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима половина их к морю восточному и половина их к морю западному летом и зимой так будет то есть параллельные места говорят о воде о воде Духа Святого но это тогда было все прикровенно тускло гадательно и вот дальше толкование в Ветхом Завете людям открылся Бог Отец Сына Божия Мессию только ждали не имея о нем полного ведения Духа Святого разумели в основном только как Духа Отца В Ветхом Завете знали единого Бога Троицу уже смутно и гадательно прозревали пророки в Новом Завете миру открылся Сын Божий и центром как богословия так и молитвенной духовной жизни является Сын Вторая Ипоста Троицы в Новом Завете раскрывается миру вся единосущная нераздельная Троица не только воплощается Сын но и изливается Дух Святой но если раскрыта вся Троица в ее единосущие и три ипостасности то все таки ипостась Духа Святого остается еще в тени нам более открыта благодать Духа Святого чем его ипостась когда же завершится откровение Нового Завета вторым пришествием Христовым завершится откровение Сына его видимым пришествием для всех и исторнут будет грех тогда наступит если дозволительно так выразиться Третий Завет Бога с людьми тогда во всей полноте равно раскроются все три ипостаси ныне есть баня возрождения и обновления Святым Духом в крещении для каждого человека Титу 3.5 когда же придет Сын Человеческий совершит суд в огненной реке крещение огнем то потом от престола Бога Иоаннца и зальется река воды жизни Духа Святого крещение Духом и будет баня возрождения обновления Святым Духом всего мира так в последний день Христос совершит крещение огнем и Духом всей Вселенной Ей Гляди Господи и Дух истины вот так то есть Третий Завет так можно выразиться да какое-то такое будет ну Завет союз договор и в Ветхом Завете только лишь образно такие наметки были да что Троица это явление трехстранников Авраама и когда Господь творил человека говорит сотворим сотворим не сотворю а сотворим да то есть такие вот только тусклые такие гадательные наметки да были так ну мы можем еще сейчас дочитаем итак продолжим среди улицы его и по ту и по другую сторону реки толкование мы заключаем что исходящее от престола река воды жизни текла посреди золотой улицы города напоя его жителей город это церковь ныне это паки церковь вечности то что река воды жизни течет посреди улицы города означает что Дух Святой внутренне присущ Церкви является ее внутренним и сокровенным сокровище благих всегда именует его Церковь в своей молитве Царю Небесной Дух Святой это жизнь Церкви по словам Святого Ирины Леонского где Церковь там и Дух Святой и где Дух Божий там Церковь и всякая благодать но смысл жизни Серафим Саровский очень кратко и точно выразил стяжание Духа Святого так можно ходить в Церковь и не иметь этого можно может быть очень много таких людей стяжание Духа Святого оно не только в Церкви стяжание оно и вне Церкви это возможно пожалуйста я дополнить хотел что это проявление Духа Святого это в талантах в дарах это вот мы 1 Коринфян 12 главе читаем об этом там дары перечисляют по столбам какие дары дары различные и основное оно дает именно на пророчество чтобы пророчествовали усилия да но пророчествовать это не обязательно что ты будущее возглашаешь а просто проповедуешь Святое Евангелие Святую Библию и ты уже пророчествуешь хотя здесь в Библии события прошлого там тысячелетия еще давних времен да сотворение мира и недалекого будущего вот как раз в откровении об этом говорится будущее какое оно будущее мы об этом читаем но только это все конечно для нас несколько так призрачно открыто настолько мы можем рассуждать сколько нам это дано чего нет Библии о том не рассуждаем святитель Иоанн Златоуз говорил и далее Дух Святой это жизнь Церкви так входя апостольским вратами в город Церковь каждый обретает возможность припасть к этой дивной реке в этом граде все напоены одним духом текущим по его улице как некогда ангел видений вводил пророка языки а потом а потом должен был оторваться от земли плыть в потоки так и ты душа ступай по этой золотой улице города церкви входи все глубже и глубже в поток божественной благодати Духа Святого пока не оторвешься от земли целиком не окунешься вся в эти благодатные воды и будешь уже не по воде ступать но плыть в потоки именно этого достигали святые об этом возремну и ты но всегда помни река течет по улице города Дух Святой подается в церкви именно та благодать которая называется как освещающая через таинство то есть призывающая обращающая и освещающая три ступени так Феофан Затворник Господь ему это открыл вот эти три ступени три вида благодати ну еще раз прочитай Эзекииля у потока по берегам его Эзекииля 47-12 с той и другой стороны будут расти всякие дерева доставляющие пищу листья их не будут увядать и плоды на них не будут истощаться каждый месяц будут созревать новые потому что вода для них течет из святилища плоды будут употребляться в пищу а листья на врачевание вот и согласование Ветхого и Нового Завета говорят Ветхий Завет это все прошло не нужно это не обязательно бредит умол все Писание написано Бога Дух Наверный и полезно для научения для обличения для исправления для наставления правильности и далее апостол Павел говорит да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлю ко всякому доброму делу так ну дополнения какие будут что еще батюшка то на сколько уехал не сказал я могу сказать единственное дополнить что в благодати человек будет плыть это вот когда связано с благовестием например утром встал помолился почитал Слово Божие это же все дары Духа Святого Господь дает тебе в этой благодати плыть потом пошел например на работу там свидетельствуешь или вот воскресный день там ходишь по знакомым там благовествуешь и вообще выходя куда-то либо в мир и тебя с проповедью Евангелия и вот эта благодать и еще плюс после благовестия ощущаешь радость тоже Господь дает вот такое умолитворение и даже иногда думаешь вот если бы не тело наше бренное душа бы к нему вознеслась вот такая радость ощущение от благовестия вот это как я считаю что это тоже как плывешь благодать Господня да иной день как на крыльях получается ну а когда что-то пал и в чем-то где-то погрешил уже все это отходит уже крылышки все обломились рожки выросли ангелочек рога в потолочке прости Господи и снова к земле на колени снова молиться такая такая жизнь у нас борьба именно у нас нету постоянства мы видим это в жития святых вот это синусоида кривая то духовно поднимались то обольщались и то такие были обольщения что являлся они как думали святые являлся сам Христос а там рогатый оказывается с рогами с копытами не только у него все это спрятано и уже ногу-то запрокивал хотел к этому рогатому сесть но перекрестился слава богу и все исчезло ничего нету а одного Исаак кажется Печорским вот явился к нему он даже не перекрестился в благоухании все благолепие таком Христос сам ну Христос кавычек а когда поклонился то бескрестного знамения смотрит а там копыта торчат из-под одежды так они его демоны как стали бить в футбол можно сказать им играть как мячиком он потом ложку разучился держать живой по божьему так вот промыслу живой он остался братья учили все заново делать такое состояние как у назарьи совсем ничего не вот а некоторые даже учили ветхий завет знали но все равно демон оборщал так сколько козни ты можешь высоко вознестись но потом говорят больно падает но это не значит что не надо нам ревновать о большем стяжание духа святого оно может быть постоянно во все дни жизни во всякое время дома или на работе или еще где-то вот об этом ревновать надо и о благовестии это именно тоже хоть даже мы не участвуем сегодня братья там идут ну помолиться о них господи помоги нашим братьям и в течение дня вспомните поели мы хорошо у нас спокойно все тихо помолиться они и то уже это участие там бывают люди разные и встречаются просто ну просто убийц встречаются по деревням мы были он с нами даже не стал говорить вот выходите проповедуйте а я вы знаете кто я я говорю а кто это я не помню в какой деревне да я людей убивал в Чечне я был я говорю да господь таким пришел он даже не стал меня слушать пошел ну видно что пьющий такой он не пьяный в тот момент был такие что они они даже считают себя что все мы на нас крест бог поставил все такие вот если даст бог нынче бог позволит как это все будет тоже по воскресеньям возобновим поэтому присоединяйтесь хоть не телесно но конечно телесно нам лучше в нашу машину чтобы у нас машина полная была пять человек вместе с шофером хоть молитвами помогите у нас мы остановились на подстепном дальше нет панова мы там не были же панова по-моему не были мы как они называются другая деревня последняя была у нас буканка или как буканка вот ну и дальше уже поедем снова будем объезжать ну вот так какие еще дополнения сообщения давайте помолимся слава бога господня на тебе воссия векуй ныне веселиться сегодня ты же чистая красуйся благородице обостанье рождество твоего господи благодарим тебя за это тихое мирное время за все твои благодеяния за слово твое святое и вечное господи приготовь нас к исходу из этой жизни чтобы в вечности пребывали мы с тобой в небесном Иерусалиме и прославляли имя твое святое отца и сына и святого духа ныне и присно и вовеки веков аминь благослови господи нашего пастыря брата во христе катерея акима путешествующего добрый ангел хранитель да сопутствует ему пролей милость твою на нас и на детей наших даруем господи детям страха твоего веры и послушания чтобы и они были спасены в вечности и упокой господи в небесных твоих обителях новоприставленного раба твоего протерея Михаила прости ему всякое согрешение вольно-невольно и сотвори ему вечную память вечную память вечный покой и слава тебе Христе Боже упование наше слава тебе аминь аминь слава Христа христа